...институт цитологии и генетики Новосибирска. Пожалуйста, Татьяна Витальевна. Добрый вечер, коллеги. Сегодня я хочу рассказать вам про то, как BDNF может вовлекаться в процессы формирования атистически подобного поведения у мышей. В настоящее время расстройства атистического спектра являются такой общей мировой проблемой, потому что их количество диагностируемых случаев неуконно растет. Конечно, это может быть связано с лучшей диагностикой, однако в развивающихся странах также увеличивается количество заболевших. Поэтому изучать патогенез и вообще причины, атиологию этого заболевания очень важно, особенно учитывая то, что все-таки атиология до сих пор является не до конца ясной. Однако известно, что в основе этого нейроантогенетического заболевания являются нарушения стоматической пластичности в раннем антогенезе, а ключевыми игроками в процессах нейропластичности головного мозга являются нейротрофические факторы. Одним из наиболее самоизучаемых и известных нейротрофических факторов является BDNF, который участвует в контроле нейро- и синаптогенезов, осуществляет нейропротекцию нейронов, а также модулирует как кратковременные, так и долговременные синаптические взаимодействия. Как уже рассказывала моя коллега, BDNF реализует свои функции через два типа рецепторов, это ТРКБ-рецепторы и П75-рецепторы. Также в последнее время набирает обороты, как бы дофаминовая гипотеза возникновения расстройства атистического спектра, в основе которой лежит такое понятие, как нарушение синаптической плачности на ранних этапах развития, может приводить к дисфункции нейронных цепей, в том числе в мезокортиколимбическом дофаминовом пути, что может провоцировать дефицит в обработке стимволов, связанных с подкреплением мотивации. Также известно, что BDNF является одним из основных нейротетических факторов, которые как поддерживают, так и участвуют в созревании дофаминовых нейронов черной субстанции в среднем мозге. Очень удобной моделью для изучения расстройства атистического спектра является мыши линии БТБР, потому что они являются моделью как раз-таки идиопатического проявления рас, и характеризуются как сходными нейроанатомическими особенностями, то есть у них уменьшена плотность коры головного мозга, у них нет мозолистого тела, так же как и у пациентов, схожими нейрохимическими особенностями, и, конечно же, схожие поведенческие паттерны, то есть сниженный социальный интерес и высокий уровень стереотипии. Также нужно отметить, что у мышейной дайной линии снижен уровень РНК, введенные во фронтальной корее в гиппокампе. Таким образом, это очень удобная модель, которую мы взяли для наших экспериментов. Мы спланировали два этапа экспериментов. На первом этапе мы вводили животным линии БТБР в боковой желудочек мозга белок, рекомендантный белок BDNF, и через 7 дней проводили батарею поведенческих тестов. Это OpenField, тест открытого поля в первый день, дальше тест на распознавание нового объекта, приподнятый крестоправский лабиринт, и тест на закапывание шариков, и последним тестом был трехкамерный тест на социальное поведение, трехкамерный социальный тест. Вторая серия экспериментов – это уже оценка оверэкспрессии BDNF в гиппокампе. Мы вводили генетический конструкт, который на основе аденосоциированного вируса, который обеспечивал успешную транзукцию BDNF в нейроны, и через 4 недели проводили те же самые поведенческие тесты, в том же самом порядке, и в конце каждого эксперимента образцы мозга были забраны на дальнейший анализ молекулярных механизмов. Так вот, при инъекции рекомендантного белка мы обнаружили, что BDNF, он не повлиял на поведение мышей ни в тесте открытого поля, ни в тесте приподнятого кристаллобразного лабиринта. Не изменилось распознавание нового объекта, то есть память не улучшилась. Также не изменилось социальное поведение этих животных. Небольшое различие показалось в тесте на закапывание шариков, то есть мы увидим небольшой уровень усиления стереотипического поведения, и полученные результаты были довольно странными, потому что с похожим дизайном экспериментов мы проводили на других линиях мышей инъекцию BDNF, и там поведенческие изменения сохранялись на протяжении недель. То есть даже через несколько, через 2-3 недели сохранялись изменения. Например, у мышей с генетически детерминированным депрессивным поведением однократные инъекции BDNF снижали выраженность этого депрессивного поведения через 2 недели после инъекции. Мы предполагаем, что отсутствие эффектов BDNF связано с тем, что, как мы показали ранее, мыши данной линии характеризуются нарушенной сигнализацией, связанной с КРЭП. А BDNF реализует практически все свои эффекты на поведение как раз-таки через КРЭП-зависимый путь. Также после инъекции BDNF мы оценили уровень МРНК в 4-х различных структурах головного мозга. МРНК и BDNF не увидели никаких различий. Оценили уровни белков BDNF и PRO-BDNF, также не увидели никаких различий. Однако, когда мы оценили соотношение зрелой формы к PRO-форме, то мы увидели небольшое снижение в стриатуме у мышей, которые получили инъекцию BDNF. Также мы оценили рецепторы. И здесь мы обнаружили усиление транскрипции ТРКБ-рецептора при одновременном снижении уровня белка ТРКБ как во фронтальной каретке, так и в среднем мозге. И никаких эффектов не оказала инъекция на уровне P85 рецептора, на уровне экспрессии. Мы связываем данные результаты с тем, что все-таки инъекция BDNF привела к десинтизации рецепторов. И что мы можем наблюдать на результатах вестерплот-анализа. Также мы оценили экспрессию ключевых элементов дофаминовой системы после инъекции. Инъекция не повлияла на уровни рецепторов D1-D2, не повлияла на ключевой фермент синтеза, террозиногидроксилазу, и не повлияла на дофаминовый транспортер. Однако мы обнаружили эффект однократной инъекции BDNF на уровень МРНК гена катехоломинт-трансперазы, который является основным ферментом катаболизма дофамина во фронтальной коре и в гиппокампе. А также обнаружили снижение на уровне тенденции в гиппокампе и на уровне тенденции увеличение фермента, уровень белка в Стрятуме. Мы можем только предполагать, почему так произошло, потому что мы не оценили уровни дофамина, его метаболитов с помощью ВЖХ. И есть предположение, что, скорее всего, это такой конспенсаторный механизм на большой выброс дофамина, который произошел в ответ на инъекцию BDNF. Следующий эксперимент, посвященный сверхэкспрессии BDNF в гиппокампе, мы создали вирусный конструкт, который эффективно усиливает уровень BDNF как на уровне МРНК, так и на уровне белков. Здесь на микрофотографии вы можете видеть, что трансдукция происходит успешно, весь гиппокамп заражен вирусными частицами. Однако оверэкспрессия белка BDNF в гиппокампе не приводит к изменениям в уровне экспрессии его рецепторов, ни уровня ТРКБ, ни уровня по 85 рецепторов. Но что очень интересно, оверэкспрессия BDNF в гиппокампе привела к увеличению времени, проведенного в центре арены в тесте открытого поля, что как раз таки может свидетельствовать о снижении тревожного поведения у животных. Но для того, чтобы все-таки подтвердить, действительно ли это влияние на тревожность, нужно провести тесты, направленные на тревожность. Этим тестом является приподнятый крестообразный лабиринт. Здесь мы видим, действительно, что время, проведенное в открытых рукавах, дезаверно увеличивается, а время, проведенное в закрытых рукавах, снижается. Также можно отметить, что у мышей с оверэкспрессией BDNF увеличивается число свешиваний с рукава, что говорит о усилении склонности к риску. Однако в других поведенческих тестах, таких как тесте на распознание нового объекта и в трехважном социальном тесте, мы также не видели никаких различий между контрольными животными и животными с сверхэкспрессией гена BDNF. Однако тест на закапывание шариков показал достоверное увеличение количества незакопанных шариков и снижение количества закопанных больше, чем наполовину шариков. То есть в сверхэкспрессии BDNF снижает стереотипическое поведение у мышей или не БТБР. Однако при оценке ключевых элементов дофаминовой системы мы обнаружили только небольшое увеличение уровня MRNK, дофаминового рецептора первого типа, но оно не сопровождалось изменениями в уровне белка этого рецептора, не было никаких различий в экспрессии дофаминового рецептора второго типа и в уровне экспрессии COMT. Таким образом, мы можем сказать, что да, скорее всего, BDNF вовлекается в механизмы, которые лежат в основе аутистически подобного поведения. Действительно, скорее всего, существует необходимо, как перекрестное взаимодействие между BDNF и данной системой тоже имеет значение. Однако для каких-то модуляций поведения необходимо долгосрочная и достаточно сильная экспрессия данного нейротрофического фактора на таком продолжительном периоде времени. Очень хочу поблагодарить моих коллег, с которыми мы вместе выполняли данную работу, а также студентов и аспирантов, которые участвовали в этом. И, конечно, оргкомитет за то, что пригласили выступить с докладом. Большое спасибо. Спасибо, Татьяна Витальевна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ